Я отрабатываю роль очень хитрого кадра, который, по идее, должен из себя представлять воплощение диалоги девопс. Это когда ты немножечко умеешь сервера, немножечко умеешь в код. Ну, вот такой, типа, инженер-программист и садмин. Мы очень хотим разрушить вот этот вечный барьер, вечную стену между программистами и стеными администраторами, чтобы, в принципе, программист практически полностью сам мог провести свое творение. От того, как он сел за клавиатуру писать код, до того, как это, в принципе, стало работать. По плану это, ну, до конца года мы очень надеемся. Там очень-очень много сложностей. Я играю на гитаре. Играю довольно долго, года с 2006-го, по-моему. Вот. Каких-то прям супер-успехов не добился. Ну, есть своя группа. Мы иногда что-то даже выступаем. А так у нас был концерт в местном клубе, который прямо мы организовали. Мы пригласили там друзей. Мы набрали команд пять. И это было прямо мероприятие, на которое продавались билеты, у которого была какая-то прям реклама. Когда-то давным-давно Федор решил, что ему нужен какой-то своеобразный отдых. Вот организовал нас всех. И мы съездили вот в две такие точки, которые имеют круглое значение в координатах. На первую я не попал. В следующем году это коснулось меня. Я решил, что надо. Это было сложно. Это был дождь. Это было мокрое. Это было грязно. Все устали. Люди совершенно не были готовы чисто по эквипменту. Там какие-то простенькие летние кроссовочки сетчатые. А там вот прям лужи. Там, ну, в смысле, там такое полуболото. То есть мы дошли там, еле-еле развели костер. Там спели три дежурные песни все, там повалились спать. Вот. Это было интересно. Я бы, на самом деле, повторил. Вот. Федор, если ты меня слышишь, это была классная идея. Было бы неплохо ее повторить. Да, я скажу, что Арсений уникальный человек. Он единственный в нашем походе на конфлиенцию спал вне палатки. Прямо у костра. А я хочу с большой радостью вам представить двух наших новых сотрудников. Это Александр Панев. Саша будет заниматься рекрутингом в IT-сфере в Сыктывкаре. У нас первый такой именно сфокусированный будет рекрутер. Саша признался к нам на прошлой неделе. И Кристина Проворная. Кристина будет офис-менеджером в Сыктывкарском офисе. Это очень важная для офиса позиция. Кристина такая говорящая фамилия для офис-менеджера. А Анастасия Шевелева сейчас работает в отделе развития. С Ниной Францевой. Пошла заниматься теперь уже бизнесом в сфере франчайзинга. Друзья, смотрите. Я сегодня открою еженедельную встречу. Она необычная. И сегодня будет выступать пять человек. Очень быстро. Я надеюсь, что мы уложимся примерно в 30 минут. Сегодня мы хотим рассказать о ключевых проектах. Вообще, начну с чего? В чем особенность нашей компании? Как мы хотим, чтобы работала наша компания? Мы хотим, чтобы каждый сотрудник нашей компании, каждая команда и вся компания всегда понимали смысл своей работы. Миссию своей работы с точки зрения вообще существования нашего бизнеса, с точки зрения продукта внутри нашего бизнеса. И мы хотим, мы постоянно рассказываем о том, что мы сделали для того, чтобы осознавать, какую ценность мы создали, для того, чтобы рефлексировать, проводить анализ. И вы знаете, что у нас много таких инструментов. У нас есть еженедельные встречи, на которые я сейчас выступаю, где мы рассказываем о том, что мы сделали за два-три месяца в каких-то проектах. Большинство из вас выступали здесь. У нас есть замечательный инструмент Sprint Review в DDS. И мы только начинаем его активно развивать. Я всех, кстати говоря, призываю участвовать. Каждую неделю, каждую пятницу в 13.30 ребята, разработчики показывают вот здесь, вот в этом зале, что успели сделать, какую ценность за неделю. Там такие короткие итерации. Поэтому следите за анонсами Sprint Review, приходите и смотрите, что сделали наши разработчики. И у нас есть такие очень длинные итерации. Годовые – это ключевые проекты. То есть мы всю работу нашу делим на части. Это такой, знаете, спринт длиной в год, который берет вся компания. Что такое ключевые проекты? Мы говорим, что за год мы хотим что-то добиться, что для нас является важным. Это фактически наша годовая стратегия, на чем мы будем фокусироваться. Мы формируем команды. Эти команды объединяют людей из разных вообще команд. И разработчиков, и маркетологов, продуктовиков, менеджеров, бизнес-девелоперов. И команда работает весь год для того, чтобы добиться каких-то результатов в конкретном направлении. Мы ключевые проекты объявляем на съезде, на съезде партнеров. В этом году, 23 июля, мы объявляем о новых ключевых проектах, которые мы возьмем. А сегодня ребята расскажут, что мы добились за год в тех ключевых проектах, которые мы взяли в прошлом году с середины прошлого лета до середины этого лета. Я передаю слово Ивану Тихову. Иван расскажет о первом нашем ключевом проекте, который называется менеджмент. Друзья, ключевой проект – менеджмент. В чем была идея проекта? Год назад мы, наконец, честно посмотрели правде в глаза и признались, причем признались публично, в том, что у нас слабый операционный менеджмент. С самого начала, с основания компании, мы делали ставку на энтузиазм, подбирали партнеров с горящими глазами и вместе создавали сказку. Но мы выросли настолько, что энтузиазма становилось мало, потому что против нас фактически приняли вызов международные конкуренты, у которых десятилетие опыта на самом сложном рынке США. И нам ничего не оставалось, как поставить себе большую цель, поднять уровень менеджмента. Для этого нам необходимо было сфокусироваться на управляющих, потому что наша сеть выросла настолько, что те партнеры, которых мы знаем, которые приезжали в учебный центр и которых мы изначально учили, уже зачастую не они управляют бизнесом, а бизнесом управляли другие люди. И предпринимательство, и операционное управление – это разные вещи. Иногда эти таланты совпадают, иногда нет, но мы должны были удостовериться, что в каждой нашей пиццерии управляют сильные операционные менеджеры. И, как Федор сказал, на съезде мы коммитимся, мы обещаем, что мы сделаем через год. И мы пообещали, что мы сделаем единую систему менеджмента, что мы сделаем онлайн обучение управляющих и аттестацию, что мы сделаем рейтинг управляющих. Давайте посмотрим, что мы сделали, что у нас получилось, а что нет. Мы сразу практически начали проводить глубокие интервью с крупными сетевыми партнерами. Мы изучили весь опыт, потому что опыт у нас уже есть. Опыт у нас есть, он был просто неформализован, он использовался где-то одним образом, где-то другим образом. Мы собрали это все, подробно задокументировали и превратили в систему. До этого у нас был разрозненный набор практик. Сейчас мы можем сказать, что у нас есть система менеджмента с определенной фундаментальной логикой. Это пирамида Dodo, которую мы фактически закрепили, и которую учим всех, что сначала необходимо набрать команду, потом развивать качество продукта и только потом думать о прибыли. И ядром системы нашего менеджмента стала привычка регулярного планирования. Чтобы достигать результаты по блокам люди, продукт, прибыль, необходимо ежемесячно на регулярной основе планировать свои действия, выполнять план и учиться. Также на основе единой системы менеджмента мы запустили онлайн-курс для управляющих. Это стал большой фундаментальный курс, который охватывает не только инструменты и знания, которые необходимы для управления пиццерией, но также и просто какие-то базовые вещи по менеджменту, которых нам, возможно, не хватало. Многие ребята, которые управляют нашими пиццериями, это совсем-совсем молодые ребята, кому-то 18, кому-то 19, кому-то 22. И вот эта фундаментальная база у многих из них отсутствовала. Мы попытались компенсировать это с помощью курса. Помимо этого, нам удалось запустить онлайн-курс для кассиров, и уже на следующей неделе мы открываем онлайн-курс для менеджеров смены. Таким образом, мы можем сказать, что все управленцы наших пиццерий имеют удобный инструмент для развития, для обучения, и мы знаем, чему их учим. В общем-то, я хочу сказать, что команда учебного центра в этом году сделала огромный прорыв. Еще в сентябре прошлого года мы вообще понятия не имели, что такое онлайн-обучение. Мы запускали вебинары, в рамках которого эксперт сидел и в течение трех часов отвечал на вопросы, рассказывал, а можно так, можно по-другому. Сейчас мы уже готовы сами делиться опытом, потому что мы создали внутри себя команды, которые успешно в условиях ограниченных ресурсов быстро и эффективно создают онлайн-курсы с использованием самых последних продвинутых технологий, как онлайн-обучения, так и обучения в целом. Ребята, большое спасибо. Главная проблема онлайн-обучения в том, что его не проходит. Но у нас не было, в общем-то, такой опции. Буквально перед запуском курса я ходил в Нетологию, и со мной ребята поделились статистикой, что месячные и двухмесячные курсы, курсы, за которые люди заплатили деньги, проходят 50-70% человек, полугодичные 20-30%. У нас такой опции не было. Поэтому аттестация для нас стала тем самым системным механизмом, который помимо всех тех техник, гиммификации, вовлечения, которые мы старались использовать, системным механизмом, который помогает протащить управляющего до самого конца, не бросить где-то на середине, не повязануть в текучке, а пройти курс и сдать его. 1 июля подошел дедлайн по прохождению курса и сдачи аттестации. Около 80% управляющих, которые должны были к этому моменту пройти курс, прошли его. Остальные пока нет. Но у нас есть инструменты, которые помогут нам догнать, догнать, которые помогут этим управляющим догнать остальных и все-таки закончить курс и сдать аттестацию. Одной из ключевых миссий проекта менеджмента, помимо тех проектов, которые внутри него были реализованы, это было сфокусироваться на управляющих. До этого мы не знали, кто эти люди. Мы не знали, кто управляет нашими пиццериями. Мы знали только партнеров. Сейчас у нас есть реестр управляющих, и кроме двух пиццерий, на текущий момент мы знаем, кто управляет остальными. У тех двух просто нет непосредственно управляющего, только региональный. Мы знаем этих ребят лицо. Мы создали для поддержки курса внутренние чатики, где кураторы помогали ребятам проходить обучение. А после прохождения курса объединили это в один чатик, и он зажил собственной жизнью. Там сотни сообщений в день, ребята делятся между собой опытом и таким образом продолжают развиваться. Мы улучшили рейтинг управляющих, защитив его от накруток, сделав его немного более объективным, добавив объединенный рейтинг менеджмента по партнеру. Не могу сказать, что в рейтинге управляющих мы сделали какой-то прорыв, но это инструмент определенный, который можно использовать, использовать его благо, в том числе для развития, для того, чтобы сравнивать свою пиццерию с пиццериями других партнеров. Это все круто, но что изменилось в реальном бизнесе? Вот можем ли мы быть уверены, что мы подняли уровень менеджмента? И вообще, была ли это задача, и прям за год поднять его, и все, и остановиться? Мы очень любим все измерять, но этот результат в реальном бизнесе измерить довольно сложно. Конечной метрикой менеджмента, как, наверное, и проекта прибыльности, и многих других проектов, это и беда партнеров при условии качественного продукта и удовлетворенных работой людей. Но это очень комплексная вещь, и было бы, наверное, неправильным присваивать такие результаты кому-то конкретно. Здесь вовлечены и команды обучения, и контроль качества, и бизнес-девелопмент, и, конечно, в первую очередь, это работа партнеров. Но мы все равно постарались измерить, чего мы добились. Каждый модуль каждого курса в конце содержит форму обратной связи, и мы собираем оценки от наших студентов. Понравилось ли вам обучение? Было ли оно полезно? Посоветуете ли вы его другим управляющим и будете ли использовать инструменты? И, если честно, результаты этой обратной связи превзошли наши самые смелые ожидания и цели, которые мы себе ставили. Мы надеялись получить оценки от 4 по 5-бальной шкале и от 8 по 10-бальной шкале, но средняя оценка — это 4,75 на вопрос, понравился ли курс, 9,7 на вопрос, посоветуете ли вы новому управляющему, и 9,3 — посоветуете ли опытному. И это все на основе почти 2 тысяч оценок от управляющих. И самое-самое крутое, самое классное — это персонализированная обратная связь от тех, кого мы знаем лично, а знаем мы уже очень многих. Например, пиццерия в Сергиеве и Посаде. Полгода назад у них были большие проблемы, к ним приехал девелопер и сказал, ребята, так больше делать уже не вариант. И ребята взяли и начали использовать то, что мы даем, просто под ключ, просто поверив нам и делая то, что мы рекомендуем. Им удалось добиться больших результатов. Мы получали крутую обратную связь и от опытных управляющих, и от неопытных, и поэтому наша оценка собственного результата глазами партнеров, глазами управляющих очень высокая, и это круто. Но, собственно, это только начало. Мы заложили фундамент будущего небоскреба, и тут можно провести аллюзию с Макдональдсом. Они в 1958 году создали первую книгу о том, что вообще происходит в их пиццериях, как им управлять. Оно там состояло из 75 страниц. Я думаю, что это можно сравнить со стандартами, которые Саша Касьянов создал на второй, кажется, год существования компании. Следующий шаг у Макдональдса был через 3 года, когда они увеличили мануал до 200-300 страниц. Вот это, наверное, наш этап. Сейчас, спустя уже почти 60 лет, эта книга содержит около 1000 страниц, но база, фундамент был заложен именно тогда, 50 лет назад. И я думаю, что это именно то, что мы сделали в прошлом году. Большое спасибо. Передаю слово Кириллу. Проект «Прибыльность». Всем привет. Меня зовут Кирилл Варпаев. Проект «Прибыльность». Какие задачи стояли перед нашим проектом? Я думаю, большинство из вас скажут, сделать наши пиццерии более прибыльными. И будут правы. Но помимо этой задачи мы решали параллельно вторую, более масштабную и более сложную задачу. Мы хотели сделать юнит-экономику пиццерии «Додо Пицца» осознанным и управляемым продуктом. Что такое юнит-экономика? Она сводится к одной простой метрике – доходность на вложенный капитал. Доходность на вложенный капитал складывается из различных составляющих. Средний чек, частота заказа, арендные ставки, которые мы платим за наше помещение. И визуально это удобно представить в виде такого графика паутинки, где все метрики находятся на различном уровне, и все вместе они складываются в определенный рисунок юнит-экономики. И мы, менеджеры управляющей компании, и вы, партнеры, все вместе можем управлять этим рисунком, принимая различные управленческие решения. Можем менять его форму по нашему желанию. Что было раньше? Конечно, все решения в управляющей компании принимались с оглядкой на юнит-экономику, но у нас никогда не было осознанной цели, какой рисунок юнит-экономики мы хотим видеть, и как к нему прийти. Именно эта необходимость привела к созданию проекта «Прибыльность» в прошлом году. С чего мы начали? Первый вопрос, на который мы ответили, это как вообще понять, как различные метрики складываются в юнит-экономику. И для этого мы создали финансовую модель, с помощью которой мы можем оценить, как различный набор метрик сказывается на рентабельности пиццерии, на доходности на вложенный капитал. Что мы планируем делать дальше и развивать, как планируем развивать это направление? Нам нужно улучшать нашу аналитику. У нас большое количество данных, и нам нужно на базе этих данных лучше понимать, как изменение цен влияет на клиентское поведение, как выбор определенного типа локации влияет на конверсию пешеходного трафика в заказы и так далее. И на этом направлении мы планируем сфокусироваться в будущем году. Вторая задача. У нас есть инструмент, но теперь вопрос. Какие метрики, какой рисунок мы хотим увидеть, как понять, какие цели нам поставить? Для того, чтобы сделать это, мы сначала провели бенчмаркинг. Мы сравнили наши пиццерии между собой и с конкурентами по всем ключевым метрикам. По уровням цен, по количеству акций, промо, продуктовому портфелю, уровню оплаты труда и так далее. И на базе этого бенчмаркинга и путем анализа нашего накопленного опыта мы поставили конкретные цели по всем ключевым метрикам. Например, мы хотим иметь 800 заказов на доставку в неделю, мы хотим иметь средний чек в 1000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, мы хотим иметь производительность кухни на уровне 4,5 пиццы за кусок в час. Эти цели были поставлены, и мы начали двигаться к ним. И мы столкнулись с такой проблемой, что, к сожалению, не все эти метрики находятся под нашим контролем. Мы можем ставить цели по ним, но не имеем на них никакого влияния, потому что уровень цен, объем маркетинговых затрат, производительность труда. Во многом партнеры определяют уровень этих метрик самостоятельно путем своих решений. И чтобы поменять это, мы приняли несколько важных решений, которые либо уже реализованы, либо скоро будут реализованы. Во-первых, в Москве и Санкт-Петербурге мы уже централизовали все ценообразование и все акции промо. Теперь это находится полностью под контролем управляющей компании. С точки зрения маркетинга мы предприняли в прошедшем году очень сильный информационный пуш. Мы подчеркивали разными путями важность маркетинга, планирования маркетинга. Собирались с вас маркетинговые планы и другими способами пытались донести до вас важность маркетинга. Но еще больше в этом направлении нам предстоит сделать в будущем году. Небольшой тизер, скоро вас ждет новость о следующем большом проекте нововведения, проект «Единые цены». Скоро все наши партнеры во всей России будут иметь единые цены. Этих наборов цен будет несколько в зависимости от размера города, но больше полной свободы в установке цен, как было раньше, у партнеров не будет. Маркетинг с того момента, как 400 пиццерий, 400 пиццерия в России начнет свою работу, мы начнем собирать маркетинговый бюджет и мы будем самостоятельно управлять им. Тем самым мы, по сути, вынудим тех партнеров, которые даже не хотели, не инвестировали в маркетинг, мы будем собирать с них деньги и инвестировать в маркетинг за них. И последняя трудность, которая у нас была, даже внутри нашей управляющей компании, когда мы технически можем управлять метрикой, мы не всегда хорошо делали это. У каждой метрики есть свой продукт-оунер, он принимает самостоятельные решения, и у нас не раз происходило так, что мы ставим какую-то цель по какой-то метрике, и на следующий день выходит статья о базе знаний, в которой объявляется какое-то решение, которое абсолютно другим образом влияет на эту метрику. И эта диссинхронизация внутри управляющей компании мешала нам достигать наших целей. И что в этом году было сделано? Мы ввели новые процессы принятия коллективных решений по всем ключевым направлениям деятельности. Ценообразование, ввод новых продуктов, выбор локаций. Теперь это делает не один человек, это делает коллектив топ-менеджеров компании. Это обеспечивает большую синхронизацию, больший контроль качества. И у проекта юнит-экономики, у продукта юнит-экономика появился продукт-оунер, который во всех этих комитетах по принятию ключевых решений также участвует и имеет возможность повлиять на эти решения. И в будущем году мы планируем эту практику расширить не только на маркетинговые продуктовые решения, но на другие сферы, такие как строительство, трейд-маркетинг и так далее. Скоро каждая статья, перед тем, как она выйдет в базе знаний, также будет обязательно пропущена через специализированный комитет из топ-менеджмента компании. Процессы — это хорошо. Теперь поговорим о конкретных результатах, которые привели эти процессы. Первое. Мы поставили себе метрику, что мы хотим достичь среднего чека на доставку в Москве 1000 рублей. Когда мы эту метрику ставили, средний чек был на уровне 800 рублей в Москве. Мы понимали, что это сильно ниже конкурентов, и экономика у нас плохо сходится при таком среднем чеке. И целый ряд мер был предпринят. Мы повысили минимальную сумму доставки. Мы ввели супервысокую ценовую категорию пицц, отменили маленькие порции, вывели маленькие порции закусок с доставки, ввели комбо и акции, которые стимулируют людей делать заказы с более высоким чеком. Все вместе это привело к тому, что за прошедший год средний чек в Москве вырос более чем на 10%. На данный момент составляет около 980 рублей. В остальной России средний чек подрос чуть меньше, но после того, как мы возьмем цены под наш контроль, то мы также добьемся прогресса в остальных городах по этой метрике. И важно отметить, что никакого негативного влияния на рост пиццерий, эти изменения не произвели. Like for like последние полгода у нас находится на максимальном уровне, несмотря на все эти изменения. По юнит-косту мы поставили себе цель 27-28% юнит-кост в Москве. И в принципе уже в том году он и был примерно на этом уровне. Наша задача была удержать его на этом уровне. Мы оптимизировали продуктовый портфель, вывели низкомаржинальные продукты, сэндвичи. Мы расширили линейку высокомаржинальных закусок, такие как рулетики, оладушки, картофель с брынзой. Оптимизировали рецепты некоторых пицц, перевели некоторые пиццы в более высокие ценовые категории. И с точки зрения закупочных цен мы провели оптимизацию там, где мы отставали от конкурентов, например, в упаковке. И во всех остальных ключевых ингредиентах мы удерживали цены. На данный момент с уверенностью мы можем сказать, что кроме единственного ингредиента ветчины, во всех остальных позициях наши закупочные цены существенно ниже, чем у наших прямых конкурентов. И юнит-кост по факту действительно нам удалось удержать на том же уровне, что он был год назад. И еще одна важная сфера, которая влияет на эту экономику, это производительность труда. Здесь стоит признать, что, наверное, меньше всего было сделано. Мы поставили себе цель в 4,5 продукта на человека в час. Это уровень производительности кухни, который мы хотим видеть в средней пиццерии Додо Пицца. На текущий момент он до сих пор остается на уровне около 3,5 продуктов на человека в час. У нас было не так много инструментов, как повлиять на эту метрику, потому что в первую очередь она зависит от того, насколько мы эффективно управляем графиками в каждой конкретной пиццерии. Что мы сделали к текущему моменту? Мы выпустили рекомендацию о том, как оптимизировать часы работы пиццерии. И учебный центр выпустил курс обучения управляющих, в котором в том числе было рассказано о том, как оптимально составлять графики. Пока мы можем рассказать лишь о результатах, которых достигла наша розничная сеть. Производительность кухни выросла более чем на 30% с начала этого года. И сегодня во всех пиццериях старше 6 месяцев она составляет выше 4,5 продуктов на человека в час. Пиццерия Химки добилась рекорда и уже 2 полных месяца имеет производительность выше 5 продуктов на человека в час. И хочу дополнительно отметить, что именно рост производительности кухни на данный момент является главным источником дополнительной прибыли для большинства пиццерий в сети Dodo Pizza. Мы в будущем году будем делать больший фокус на росте производительности, будем выпускать обучающие материалы, специализированные рейтинги производительности. И призываем вас обратить внимание на то, какая производительность в ваших пиццериях повысить планку требований к себе и к своим управляющим в планировании графиков и в эффективности кухни. Спасибо, хорошей недели. Доброе утро. Наталья прошептала, что у меня есть 5 минут, поэтому я постараюсь быстро, главное вспомнить о чем говорить. Привет. Меня зовут Виталий Бушмин, сегодня я расскажу о проекте «Вкус», который был фокусным на этот год. Итак, начав работу над проектом «Вкус», мы разделили его на 2 части, одна из них — это ингредиенты, вторая — продукты. Посмотрев на ингредиенты, мы выделили фокус, что драйвит вкусом, в целом вкусом пицц. Это мясные топпинги, и мы сфокусировались на их разработке. Мы прокачали пепперони, курицу, говядину и запустили новый ингредиент, которого раньше у нас не было в меню — это чуриза. Чуриза пришел на смену охочим колбаскам, более премиальный продукт, готовится из более премиального сырья по уникальной технологии. Это позволяет добиться, собственно говоря, вот этого уникального вкуса. Чуриза вызревает более трех недель в специальных камерах при определенной температуре. И, собственно говоря, получив этот ингредиент, мы включили его в состав двух наших пицц, которые занимают очень высокую долю продаж. Это супермясная, которая открыла новую высокую категорию цен, при этом увеличив экономику в меню в целом и обновленный рецепт мясной пиццы. Да, не все так гладко, от чего-то нам пришлось отказаться в процессе работы. И, например, улучшая морскую пиццу, мы искали какие-то морские ингредиенты, и ничего не нашли, и поставили этот проект стоп. И пепперони, например, у нас удалось добиться улучшения, но пока еще не растиражирован по всей сети. В целом нам удалось прокачать более 70% мясных топпингов, что существенно повысило вкус наших ингредиентов в целом. После мясных ингредиентов мы обратили внимание на наш... Один из самых ключевых ингредиентов — это пицца-соус. Здесь мы разбили на два шага работу. Первым мы разработали уникальный бленд специй, который мы добавляем в пиццериях. И ранее мы получали обратную связь с тем, что наш пицца-соус пресный и пицца сухие. После того, как мы ввели бленд, эти жалобы ушли. После этого первого шага мы сделали такая анимация. Майку бы не простили такую анимацию, но, мне надеюсь, простят. Это первый в истории разработанный, кастомизированный под доду-пиццу пицца-соус. Мы тут немножко увлеклись. На самом деле сейчас готово уже 6 вкусов. И на данный момент проходят потребительские исследования. Мы выбираем именно тот, который наиболее нам подойдет. И уже в сентябре мы планируем начать поставки. Переходим к продуктам. Очень важно поддерживать потребительский спрос с запуском новых уникальных продуктов. Здесь мы запустили мясную, улучшили рецепт мясную, запустили супермясную. Сделали эксклюзивный бленд кофе, что позволило нам стабилизировать качество кофе по всей сети. Далее у нас хит несомненной пиццы-4 сыра. Уникальная сезонная пицца с уникальным вкусом утка-терияки. Множество закусок. Картофель с фетой, картофельные оладушки, рулетики с сыром, корицей. Сытные палочки из чориза. Сырные наггетсы с брусничным соусом. Далее пицца оле-олея. Специально разработанная к чемпионату мира. Тут, конечно, когда я смотрел футбол, думал, что на этом моменте мне удастся сорвать аплодисменты, конечно. Но, тем не менее, я думаю, что в любом случае наши ребята-герои по этой пицце. Мы получаем огромное количество обратной связи по ней. Клиентам она очень нравится. Они требуют каждый из этих секторов вести в основное меню. Далее, значит, стартер, он пришел на смену кисадилиям, убрав при этом много недостатков, которые были у кисадилии. Это то, что начинка вытекала, неудобно было есть на ходу. Стартер убрал все эти недостатки. И также, продавая эту закуску сегодня, мы получаем огромное количество позитивной обратной связи. Рано еще подводить итоги. Там доли продаж, повторяемые заказы и прочее. Но по обратной связи в целом можно судить, что продукт получился очень успешным. Также у нас уже разработано и готово к запуску несколько новых продуктов, которые я сейчас не могу о них говорить. Итак, продуктовая эволюция. Занимаясь улучшениями, запуская новые ингредиенты, запуская новые продукты, важно понимать результат, чего мы в итоге достигаем. Для этого мы запустили проект потребительских исследований, который, собственно говоря, нам и должен отвечать на наш вопрос, развиваемся мы в этом направлении или нет конкретно в проекте «Вкус». Мы провели более 30 исследований, в которых участвовало более 2,5 тысяч респондентов. И каждый квартал, раз в 3 месяца, мы проводим исследования по топ-5 пиццам, must-have меню, которые есть и у наших конкурентов. И вывод, который мы можем сделать на сегодняшний момент, это то, что да, мы обогнали многих конкурентов, но самым основным мы сравнялись по вкусу. Для нас это в любом случае маленькая победа, так как наш конкурент основной развивается там уже десятки лет и представлен там более чем в 40 странах. Мы считаем, что это на сегодняшний день хороший результат. Раньше у меня было выражение, я говорил, что любовь всех клиентов завоевать невозможно, но к этому нужно стремиться. Мои коллеги немножко переформулировали это выражение, и теперь оно звучит, любовь всех клиентов завоевать невозможно. Но мы уже начинаем в этом сомневаться. Спасибо. Всем привет. Я расскажу результаты ключевого проекта Digital. Год работы всего за 6 минут. Год назад перед нами стояла цель привлечь как можно больше новых клиентов из Digital, и чтобы этим Digital системой могли пользоваться как можно больше партнеров. Сейчас, год спустя, я могу сказать, что у нас это получилось. У нас постоянный поток новых клиентов из интернет-рекламы, и у нас в этой системе подключено как можно больше инструментов. У наших партнеров есть выбор в агентствах, то есть они могут выбирать, с кем работать, а этих агентств сейчас 9. И кроме этого мы все это связали с системой аналитики, которая напрямую работает с DodoEase, и мы знаем наших клиентов до номера телефона, а на съезде мы презентуем лайф-отчет, которым также могут пользоваться для подсчета эффективности локального маркетинга, например, листовок. И вот это сейчас, так сейчас выглядит наша система интернет-маркетинга. Но не пугайтесь, это просто схема, я просто расскажу, как она работает в цифрах. И к этой системе сейчас подключено 80% пиццерий по России в крупных городах. Она нам приносит 19 тысяч новых клиентов ежемесячно. Нам стоит один клиент в среднем по России 203 рубля. Мы планировали уложиться в 250 рублей. Откуда вообще появились эти 250 рублей? Мы посчитали LTV наших клиентов за год. Это 2500 рублей, и от них посчитали 10%. Кстати, за год нашей работы всей компании мы подняли LTV до 2800 рублей на 15%. Вообще нам заказ стоит 91 рубль. Мы ставили цель уложиться в 100 рублей. Вообще год назад у нас было посещение на сайте 300 тысяч из интернет-рекламы, а в этом году мы достигли полтора миллиона посещений. Это рост 480%. Если взять вообще органически нашу сеть, мы выросли в два раза, а интернет-реклама посещений выросли в пять раз. При этом год назад у нас было 34 тысячи заказов из интернета, из интернет-рекламы, а в этом году 301 тысячи. Мы бы органически, наверное, выросли, может быть, до 70, может быть, до 100 тысяч, но мы выросли практически в 10 раз. Наши партнеры проинвестировали за год 27 миллионов и получили 206 миллионов выручки. Конечно, на нашем пути тоже были сложности. Например, клиент сначала был дорогой, и мы тратили деньги. Наша реклама была скучной, и мы просто в лоб часто предлагали купить пиццу. И не все инструменты были доступны. Например, мы только сейчас начинаем работать с Инстаграмом и Фейсбуком. Но вообще я хочу рассказать, как работает Digital на примере отдельного города. И взял Екатеринбург. На графике мы видим, какие были посещения до подключения интернет-рекламы и какие после. В феврале Екатеринбург проинвестировал 0 рублей, а в марте 143 тысячи рублей. Что это дало? Это дало дополнительные 5400 посещений на сайте, которые привили нам 1400 клиент заказов. Из них 583 было новых клиентов, а клиент нам стоил 245 рублей, что очень хорошо для первого месяца работы. И это дало дополнительные 596 тысяч выручки. Почему дополнительные? На графике мы видим, что Digital именно дал прирост сверху, а не отъел другие каналы. И как раз вот этот Digital к февраль, к марту дал дополнительные 30% посещений, и это привело к росту общей выручки на 27%. Мои рекомендации. Первое. Не ставьте галочку, если вы считаете, что у вас есть Digital, потому что вы потратили 5000 рублей, например, на Яндекс. По правде потенциала намного больше и каналов больше. Вторая рекомендация. Не ставьте ограничения. Если вы тратили, например, всю жизнь 50 тысяч рублей на рекламу, это не значит, что нужно лимитировать. Лучше берите пример Секретенбурга, который говорит, я готов тратить хоть сколько, главное, чтобы клиент был дешевый. Если вы еще не подключены, то пишите мне на а.богданов или Василию Котову. Также агентство, которое нас смотрит, также пишите, если хотите с нами работать. Я рассказал только часть про привлечение новых клиентов. А на съезде мы расскажем еще про лайф-отчеты, про наше приложение в App Store и Google Play, про SMM и про удержание клиентов в Digital. Это все тоже часть всего Digital. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Аташа сказала, что у меня есть 20 минут, но я постараюсь быстрее. Год назад Федор на съезде объявил то, что у нас есть фокус, фокус построения сильного бренда. Почему мы стали говорить о бренде всего лишь год назад? На самом деле у нас получилась очень интересная ситуация. Год назад мы уже стали сетью пиццерий номер один в России, но при этом наш бренд, он был не самым современным, о нас не так много знали. И по сути бренд это то, что о нас думают люди. Но эти люди, чтобы думать о нас, они должны о нас знать. И на тот момент, несмотря на то, что мы действительно имели уже много пиццерий, но нас знало не так много людей, если мы говорим в целом по России. Потому что во многие города мы пришли совершенно недавно. Сильный бренд, он должен помогать росту компании, но ни в коем случае не тормозить. И поэтому мы сказали, что для нас ключевым фокусом на 12 месяцев станет построение сильного бренда, более современного бренда, более качественного бренда, который поможет нам расти. И наша амбиция была стать брендом номер один в доставке пиццы в Россию. Мы хотели построить действительно крепкий замок, мы хотели вокруг него сделать ров, который бы сделал дистанцию между нами и нашими конкурентами. С чего мы начали? Так же, как Ваня начал построение фундамента в своем здании, мы начали с построением фундамента в нашем здании. Наше здание — это бренд. И первое, на что мы потратили довольно-таки много ресурсов и усилий, и не с первого раза нам удалось этот фундамент заложить, со второй попытки, мы построили бренд-платформу, которую внутри мы назвали ключевым словом «вкод». Мы же IT-компания, поэтому у нас и названия должны быть IT-шные. Это, по сути, те четыре шага, через которые мы хотим провести каждого из нашего клиента. Мы хотим быть лучшими с точки зрения вкуса, о чем говорил Виталик. Мы хотим, чтобы у нас было лучшее качество. Мы хотим, чтобы люди знали про нашу открытость, чтобы в конце этого пути между нами и нашими клиентами создавалось доверие. Тут еще появился некий плюсик, но об этом плюсике я вам расскажу у нас есть. Должна же быть какая-то интрига. После того, как мы построили нашу бренд-платформу, точнее, параллельно с этим, мы с ребятами из дизайна полностью обновили наш фирменный стиль. Мы сделали его более качественным, более современным и, самое главное, более узнаваемым, потому что это та цель, которую мы ставили для себя. И дальше этот фирменный стиль мы начали транслировать на разные носители. Мы сделали инструкцию по фирменному стилю. С командой Олега мы начали заниматься фасадами. Мы полностью обновили нашу упаковку, причем мы сделали ее и более качественной, и более заметной, и более узнаваемой. И, что не менее важно для проекта, прибыльность, о котором рассказывал Кирилл, мы сделали ее еще более доступной. То есть мы еще сделали ее с точки зрения экономики более лучше. Как я уже говорил, с командой Олега Кулика мы обновили фасады, появились такие замечательные панель кронштейны, появились деревянные фризы, мы зашли внутрь, и появились такие световые короба, которые как раз-таки выполняют функцию того, что, с одной стороны, мы становимся более заметные, более привлекательные, более качественные, и трафик, который видит нас, он видит нас уже с большей дистанции. Не только пешеходы, но даже уже водители замечают наш знак, и таким образом конверсия в ресторан, и наша узнаваемость тоже увеличивается. Мы начали рассказывать про наши продукты, про наши качества внутри пиццерии, через трейд-маркетинг, через постеры, через другие носители. Мы обновили униформу, причем униформу не только пиццемейкеров и менеджеров, но и курьеров. Это те люди, с которыми сталкиваются наши клиенты на доставке. При этом мы сделали аж три коллекции униформа курьеров. Это зимняя, весенняя, осенняя, и сейчас у нас есть летняя коллекция, и мы на этом не останавливаемся. Мы начали интегрировать стори-теллинг в диджитал. Мы сделали страницу о нас на нашем сайте. С точки зрения СММ, который у нас стал федеральным, частью нового контент-плана стала рассказа о нашем бренде, о нашем качестве, о нашей истории, о наших принципах, о наших сотрудников, о том, кто мы, какая у нас история, куда мы идем. На скатертьях мы рассказываем про наш путь, про то, из чего состоит наша доставка. И также мы стали удивлять наших новых клиентов нашей историей, книгой. Это тот подарок, который они точно не ожидают получить, они не ожидали его получить. Это та вещь, которая очень сильно и хорошо погружает наш бренд, но кроме этого, она еще и приносит хороший финансовый результат. Она повышает частоту и повышает возвращаемость наших клиентов, и, как следствие, увеличивает lifetime value клиентов, которые получают книгу по отношению к тем, кто не получает книгу. Поэтому я сейчас обращаюсь к партнерам. Дорогие партнеры, если вы еще не дарите книгу новым клиентам, закажите на Восток-Западе, они пока еще есть, и они еще будут там. Поэтому заказывайте и увеличивайте LTV ваших клиентов и вау-фактор от вашей доставки. Самые важные наши клиенты, несколько месяцев назад мы сфокусировались на них, и скоро они будут получать еще больше радости в наших пиццериях за счет таких замечательных додо-клювов, за счет раскрасок, за счет более интересных детских комнат, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения наполнения появятся такие классные бездомики. Они уже начинают появляться в наших ресторанах. Появятся новые мягкие игрушки и другие наполнения, о которых вы также узнаете на съезде. И вот этот слайд, наверное, это слайд, который меньше всего букв и цифр. Я очень долго думал, я вначале, знаете, на этом слайде показал и даже поставил наши такие трешовые макеты локальные, потом мне стало так грустно, я их убрал, не решил не шутить на эту тему. Но это тот слайд, в котором больше всего было проделано работы. Это работа по стандартизации, унификации того, как мы выглядим от Калининграда до Сахалина. Это то, как выглядит наш локальный маркетинг, все локальные инструменты. Это то, как выглядит наш предстартовый маркетинг. Это та гигантская работа по бренд-чистке в ресторанах, по бренд-чистке в трейд-маркетинге. Та работа, которая на самом деле еще не закончена, она еще в процессе. Та работа, которая сделает наш бренд действительно единым по всей нашей географии. Также с точки зрения стандартизации, мы вначале в Москве и Питере стандартизировали наш подход по комбо и промо. И это то, о чем уже рассказал Кирилл Ворыпаев. Это то, что мы будем дальше унифицировать вместе с системой ценообразования, потому что это тоже часть нашего бренда по всей России. Это промо-маркетинг, который мы будем стандартизировать во всех наших городах. С точки зрения продуктового дизайна, команда сделала огромную работу по тому, как системно мы подходим к макетам, как и продуктовым макетам, так и промо-макетам. И огромный проект, и я сегодня не буду про него рассказывать, потому что это проект, о котором я расскажу детально на съезде, как с точки зрения того, как он был реализован, и каких результатов мы достигли, а также я поделюсь секретными инсайтами, которые мы получили от первой федеральной рекламной компании. Но мы стали первым брендом в России, который смог позволить о себе заявить на федеральном уровне, и первый, и пока единственный бренд, который действительно является федеральным брендом в доставке пиццы. Но, каких результатов мы достигли по проекту бренд? Прежде чем рассказать про результаты, я напомню вам про те цели, которые мы ставили себе год назад. Мы ставили себе три большие цели. Первая – это улучшение воспринимаемого качества. Вторая – здесь на самом деле две цели в этом шарике. Это увлечение осведомленности, то есть сколько людей знает о Додо пицце в привязке к доставке пиццы. И вторая цель в этом шарике – это сколько людей попробуют нас. То есть наша задача была, чтобы нас узнали и нас попробовали. Это количество новых клиентов на доставку в основном. И третья – это уже бизнес-метрика, это выручка на доставку на одну пиццерию. Давайте посмотрим, как у нас происходят дела в этих метриках. Первая метрика, за которой мы следили ежемесячно на протяжении 12 месяцев, это количество новых клиентов именно на доставку в среднем на одну пиццерию. И если посмотреть, то у нас было несколько этапов того, как она росла, но, конечно же, самый рекордный пик у нас случился в мае, это когда у нас была федеральная рекламная кампания, и в этом месяце у нас было 914 новых клиентов. Если мы промотаем с вами на год назад, посмотрим на май прошлого года, то в среднем одна пиццерия в мае прошлого года у нас получала около чуть больше 300 клиентов на доставку. Поэтому рост колоссальный, и в этом не только заслуга федеральной компании, но в этом огромная заслуга и локального маркетинга, и всех тех усилий каждого партнера, который начал системно инвестировать в маркетинг и в бренд. Да, я тоже научился делать анимацию. И самое классное, что мы сейчас видим так называемый хвост, или длинный эффект федеральной рекламы, который у нас продлился в июне, мы видим его сейчас и в июле. Отчасти нам помог чемпионат мира по футболу, потому что это хороший сезон, когда люди ассоциируют себя с доставкой пиццы, но и также мы видим, что этот эффект, он не обрубается, как только выключается реклама, этот эффект еще имеет некую задержку, и эту задержку мы видим сейчас по результатам июня и первым неделям июля. Это бизнес-метрика, это выручка на одну пиццерию на доставку. Почему здесь только доставка? Потому что наш маркетинг, и федеральный маркетинг, и локальный маркетинг, он имеет самую большую эффективность именно в доставке. С точки зрения вложения рубля и возврата, доставка это то, где мы получаем больше всего и возврата, и эффективности. И здесь вы видите, что динамика этой кривой, она практически совпадает с динамикой кривой наших новых клиентов. И опять-таки, здесь очень хорошо можно разложить всю нашу фундаментальную работу по бренду на три больших блока. Первый блок – это, по сути, бренд-платформа и того, что и как, и где мы говорим, и чем мы отличаемся от наших конкурентов. Второе – это системные инвестиции в локальный маркетинг с точки зрения медиапланирования, с точки зрения инвестиций в правильные инструменты, постоянная оптимизация этих инструментов, бренд-чистка, унификация. И третье – это федеральная рекламная компания, которая вместе с этими двумя дала этот максимальный эффект. Да, и не случайно так символически получилось, что в мае наша выручка в России перевысила миллиард. И более того, хвост и чемпионат мира по футболу позволил нам сохранить этот миллиард и в июне, и надеемся, что в июле у нас тоже будут хорошие показатели. И это последняя метрика. Эта метрика, которую, к сожалению, мы не мерили год назад, это наша осведомленность. Пока у нас есть два замера, те замеры, которые мы будем делать регулярно. У нас есть замер до федеральной кампании в апреле и после федеральной кампании в июне. Здесь у нас есть три регионы. Это Москва и область, Санкт-Петербург, Самара и Екатеринбург. И здесь у нас по-английски звучит top of mind awareness. По-русски это вопрос, который мы задаем. Какие бренды в доставке пиццы вы знаете? И это первый ответ. То есть это первый бренд, который люди называют. Поэтому это top of mind. Это первый. И здесь мы видим очень позитивную динамику. Я уверен, что если бы мы спросили в Москве год назад, какие бренды доставки пиццы вы знаете, то наши показатели были бы, наверное, максимум 5%. Поэтому сейчас, это действительно для меня лично очень удивительно, в Москве, несмотря на то, что у нас еще слабое покрытие, в Москве мы это знаем, мы являемся уже брендом номер один. То есть мы самые большие с точки зрения top of mind, с точки зрения того, первого бренда, который люди называют. В Питере нас обгоняют два бренда. Это Достоевские два берега. В Питере она есть еще куда расти. Ну, тут все понятно. И в Самаре мы тоже хорошо приросли. И опять-таки, это результат не только федеральной компании, но это результат всех действий наших партнеров, результаты эффективных фасадов локального маркетинга. И вот это самый последний мой слайд с метриками. Это то, как росла динамика запросов в словосочетании Dodo Pizza в Яндексе. И мы видим, что за год этот рост составил шесть раз. Мы выросли органически в два раза, рост наших запросов в шесть раз. Это косвенный показатель того, насколько сильный наш бренд является в нашей категории. Удалось ли нам вырыть ров? Да, удалось. Заканчивается ли на этом проект бренд? Нет, не заканчивается. Это тот продукт, который не закончится никогда. Это тот продукт, в который мы постоянно будем инвестировать. И у нас в России сейчас создалась уникальная ситуация, когда мы единственная компания, которая имеет преимущество перед всеми остальными конкурентами, потому что у нас есть две вещи. У нас есть федеральное покрытие, у нас есть уникальный бренд, и нужно только постоянно и агрессивно инвестировать в очень эффективный федеральный маркетинг для того, чтобы усиливать этот разрыв между нами и нашими конкурентами. Друзья, хорошей всем недели. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ